Упражнение, которое мы делаем по вторникам, это 3D-тренировки, это движение в трех разных плоскостях. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы наш мозг был рабочим, мышцы были все активными, потому что если мы выполняем одинаковую нагрузку на одну и ту же группу мышц, мы не развиваем свой мозг, мы не создаем новые паттерны движения, и нашему телу потом с нами намного сложнее, потому что одни мышцы работают более активно, другие мышцы не работают абсолютно. Поэтому тренировки у нас не похожи друг на друга, очень сильно не похожи, сочетаемость разных упражнений и много объяснений, потому что мы выполняем некоторые очень маленькие движения, некоторые движения, наши обычные повседневные движения, например, как паттерн шага, мы учимся шагать, ходить и так далее. Но учимся делать это заново, правильно, с головой, с сознанием, на основе физиотерапии, правильного движения, современных очень вкусных направлений в пилатусе и классическая хатха-йога. На самом деле, если мы возьмем трактаты по классической хатха-йоге, это вот вся та новая наука, которая сейчас написана относительно пасцы, движения и так далее, и так далее. Просто за время переписывания все это там где-то потерялось, потерялось, трансформировалось, напали, например, на Индию, мусульмане, многие упражнения запретили и так далее, и так далее. В общем, вот поэтому некоторые упражнения вам будут похожи из пилатуса, кто занимался пилатусом, из фитнеса, либо из йоги. Вот, по четвергам у нас мягкая йога, более женская, нежели традиционная хатха-йога, а по средам у нас прана-яма. Ну что, почти все к нам присоединились, рада видеть новичков и продолжающих. Те, кто нас продолжает, не пропуская даже в отпуске, вижу, кто отпуск к нам присоединяет. Совсем доброе утро. Ну что, будем заниматься. Садитесь, пожалуйста, поудобнее и начнем с разминания стопы. Разминаем пасту переднюю нашей стопы, прям ручками растираем, хорошо так ее по трех. Здесь у нас зона проекция лимфатической системы, и поэтому мы уделяем ей достаточно внимания, пока наши ноги открыты и свободны, улучшаем работу наших ног. И также звуков, пожалуйста, разотрите. Противопоказанием активного растирания с внутренней части стопы в области пятки – это первый триместр беременности. Если вдруг у кого-то сильно пятку с внутренней стороны не крите. А снаружи можно. Растерли одну и другую ногу. Прям активно растираем. У кого хорошая связь с мозгом, тот может почувствовать даже какие-то мурашки, либо холодок в районе затылка, потому что эти наши социальные цепи связаны с стопой, с головой. Хорошо. Растерли. Подготовили наш прекрасный нас папа. Пожалуйста, встаем. И сейчас что мы будем делать? Мы будем разминать нашу стопу. Мы будем садиться. Здесь, пожалуйста, аккуратно. Если у вас есть проблемы с коленями, вы коленку не наклоняете. Мы просто делаем шаг вперед правой ногой. Немного склоняемся. И здесь нам важно создать сгиб нашей задней ноги. Разминаем архиловы сухожилия. То есть шагнули, перенеслили с тела. И пытаемся садить ногу. Кто-то остается в этом положении и уже дальше не идет. Просто вы делаете шаг вперед и немного сгибаете заднее колено. Под передней ногой у нас пока остается виноградинка. Мы стараемся ее не сдавить. Не раздавить свою виноградинку прекрасную. Мы делаем из несок. Те, кто могут, идут дальше, ставят колено на пол и перекатываются вперед другой коленкой. Те, кто могут. Возвращаемся обратно. Выбираем ногу. Еще раз. Перекатились. И возвращаемся обратно. Перекатились. Прям хорошо перекатывайтесь. Разминаете архиловы сухожилия. Шаг вперед. Коленка на пол. Ух, что-то начинает хрустеть. Уже. Вперед. Да, колени могут хрустеть, особенно утром. Ничего страшного, если нет болезненных ощущений. Например, у людей конституция ветра. Коленки хрустят частенько. И это нормально. Хорошо. Теперь мы делаем на другую ногу. Сначала ставим ногу и немного сгибаем заднее колено. Под передней ногой у нас виноградинка. Помним про виноградинку, что нам нельзя ее раздавить. И кто-то остается продолжая делать это упражнение. Те, кто могут, идут дальше. И вперед. Возвращаемся обратно. Хорошо. Перекатываемся обе коленки на полу. Еще тут помимо ахилловых сухожилий ягодички себе подкачиваем. Хорошо. Познали. Наши прекрасные стопы. И еще немного разомнем тазобедренный сустав. Наше любимое упражнение, когда мы ступаем ногой. Левая нога у нас прилеплена к полу. Как будто бы клеем приклеена. А другая нога начинает вставать в самые необычные свои положения. Максимально по-разному. Как бы никогда не вставали. Заворачивайте стопу в разные стороны. Пяткой вперед и носком. Правые влево. Вперед и назад. Вскрестно. Чтобы была хорошая ротация в тазобедренном суставе. Чтобы он скользил мягко и плавно. В разные стороны. Здесь также у нас разминается стопа. Колено. Можно эту ногу сгибать. Хорошо. Поменяли ногу. Теперь правая нога у нас прилеплена к полу. Клеем. Как будто бы и мы разминаем. Левую стопу шагаем. Ей в разные стороны. Максимально необычно. Разворачивая вправо и влево. Вперед и назад. Ставим пятку. Так. Обычно мы вообще не стоим и не ходим. Поэтому. Максимально разнообразно ставьте свою ногу. Хорошо. Подготовили таз. И теперь мы встаем у нас ноги скрестно. Примерно пальцы на одной линии. Руки вытягиваем по длинной стороне. И как березки покачались на метру. Представляем, что в руках у нас фитбол. Ребра, заправленные штаны. То есть, реберные дуги у нас смотрят вниз. Не выпирают вперед, а направлены вниз. И мы высвобождаем свои прекрасные ребра. Поперечно-подвздошную мышцу. Снимаем напряжение с полясницы. Хорошо. И поменяли ногу в другую сторону. Тикс. Также вытянулись руками. Ребра заправлены в штаны. Плечи убрали от ушей. И покачиваемся, как будто бы в руках у нас либо большой фитбол, либо большой красивый букет цветов. Мы его держим, как охапку. Прям представляем объем в руках. И совершаем ротацию позвоночника в правую, в левую сторону. Создаем натяжение по нашим боковым поверхностям тела. Чтобы все наши стороны нашего тела прекрасно работали. Окей. Укладываемся потихоньку на коврик. Рука у нас лежит на мизинце. То есть вот мизинец. Положили на него руку. На одной линии находится локоть, таз и колено. И наше прекрасное колено. Руку подняли наверх. Небольшая амплитуда движения в грудной клетке. Наверх, вниз. Наверх, вниз. Наверх, вниз. Наверх и вниз. Хорошо. Рука у нас будет оставаться за головой. Сейчас мы соединяем наши стопы. Соединили стопы. Кому тяжело, поставьте стопу на пол. Задняя нога, видите, стоит на полу. Если можете, соединяйте стопы. Зависит от вашей нагрузки, от крепости вашего бокового пресса. Поставили ножки. И мы отталкиваемся корпусом. Оттолкнулись корпусом. Рука у нас за головой. Мы как будто бы положили наш затылок в чашу. И здесь мы немного приподнимаемся и начинаем двигаться. Таз у нас двигается к стопам. Тыкс, тыкс. И таз у нас остается на одной линии с нашим прекрасным локтем. То есть у нас движение здесь у нас по прямой. Ровная прямая. Затылок лежит в нашей красивой руке. И мы двигаемся таким образом. Кому тяжело, поставьте не стопа на стопу, а вторую стопу поставьте на пол. И так будет немного полегче. Хорошо. И ушли вниз, остались внизу. Здесь также следим, чтобы мы сильно не провисали. Достаем свою прекрасную ногу. Опять ее вновь выпрямляем. Потянулись за рукой. Вытягиваемся по указательному пальцу и мюзинцу. На камере не видно, но рука у меня прямая. Вытянулись наверх. И с выдохом закручиваемся. Руки у нас как будто бы как за партой. Ротация грудной клетки. И вдох наверх. С выдохом вниз. Вдох наверх. И с выдохом вниз. Вдох наверх. И убрали нашу красивую руку за голову. Сейчас мы выпрямляем заднюю ногу. Переднюю ногу ставим спереди. То есть у нас нога стояла сзади. Теперь у нас она будет стоять спереди. И мы поднимаем такой классический фитнес. Из каких-нибудь 80-х, 90-х. Кто-то может быть смотрел по утрам в воскресенье. Такая утренняя гимнастика. Хорошо. А теперь мы этой же красивой ногой начинаем совершать круги. И здесь, пожалуйста, прям максимально постарайтесь сделать красивый круг. Вторая рука либо за головой, либо помогает себе спереди. Кому как удобно. В одну и в другую сторону. На локте стоят тяжелее, скажу сразу. Если помогаете рукой, так полегче. Когда рука за головой, так немножечко посложнее. Хорошо. Выдох. Расслабились. Ложимся на спинку. Легли на спину. Почувствовали, как плотно прижар позвоночник к полу. И здесь мы приподнимаем сначала одну ногу и вторую ногу. И делаем упражнение «Мертвый жук». Мы просто как будто у нас внизу два блюдечка с холодной водой. И одна наша нога опускается вниз и отскакивает наверх. Прям ноги у нас активные. Ребра заправлены в штаны. Позвоночник прижат к полу. Упражнение называется «Мертвый жук». Но нога у нас как будто бы либо от кнопки, либо от чего-то отталкивается. Ну, кому не нравится. Блюдечки с холодной водой может приставить. Горячую, либо там колючую. Что вам больше нравится. И теперь, моя хорошая, вы переворачивайтесь на другой бок. Мы сейчас будем делать все то же самое на другую сторону, а я поворачиваюсь к вам лицом в другую сторону. Хорошо. И укладываем свой локоть. Рука у нас на мизинце лежит. На одной линии наш локоть, наш прекрасный таз и наши прекрасные колени. Нога у нас пока вытянута прямо. И мы поднимаемся за рукой, вытягиваемся по указательному пальцу, вытянулись, как будто нас вытянули туда хорошо. Здесь у нас корпус прекрасно вышел, лопатки все вышли и встали на место. И мы начинаем, проваливаемся вниз и наверх. Работает грудной отдел позвоночника. Все ребра скользят у нас друг относительно друга. Прекрасно здесь включается в работу. У меня это правая лопатка. Она как будто бы скользит и делает массаж. В правой части спины, со стороны грудной клетки. Хорошо. Рука у нас уходит за голову. Стопы либо соединяем вместе, либо ставим одну стопу на пол. И мы здесь отталкиваемся от локтя, приподнимаемся. На камере не видно, но я лежу ровно. И мы начинаем двигаться вниз. Двигаемся вниз. И еще. Даешь красивые ягодицы в массу. Здесь хорошо у нас работают и спина, и рука. Мозг в шоке. Как так можно вообще стоять? Выдох. Опустились вниз. И вытянули свою ногу. Вытянулись за рукой. И как за паркой скручиваемся. Выдох. И вдох наверх. Вытянулись. Выдох. Вдох наверх. Вытянулись. И выдох. Вдох наверх. Опустили ногу. Переднюю ногу ставим прямо. Заднюю ногу достаем. Проверили, что ровно у вас соответствует... На одной линии лежат локоть и тазовая косточка. И начинаем поднимать нижнюю ногу. Раз. Наверх и вниз. Наверх и вниз. Наверх и вниз. Наверх и вниз. Для самых смелых. Рука за головой. И начинаем рисовать круги. Круг, круг. Рисуем, рисуем. В одну и в другую сторону. Это в какой-то степени еще и у меня фасциальный релиз. То, что нога наша лежит на полу. И мы в этой области вращаем. Здесь проходит канал печени. И он очень часто болезненный. Особенно у нас у женщин. Поэтому если будут какие-то болезненные ощущения. Особенно в мышцах. Это связано с каналом печени. Не пугайтесь. Просто простукивайте этот канал. И со временем болезненные ощущения пройдут. И вы заметите, что ты где-нибудь на пятна куда-то прошли. Печень стала работать лучше. Выдох. Расслабились. И переворачиваемся. Переходим в положение кошка. Или коровы. Кому как нравится. Ставим в положение кошка. Голенями плотно давим в пол. Голени уперлись в пол. Если нет вот этого прекрасного подъема. Стопы могут только таким образом стоять. Подкладываем сюда валик. Либо свернутое полотенце. Либо запасной коврик. У кого что есть. Если можете. Положили. И у нас вытягиваются стопы. То есть стопы не вовнутрь. Не развернуты наружу. А прямо. То есть идут от коленки. И идут дальше. Параллельно коврик. Большие пальцы смотрят друг на друга. На руках. Оттолкнулись. Почувствовали свои лопатки. Как они мягко и вкусно обнимают наше тело. И теперь мы проваливаемся вниз. И поднимаемся наверх. Провалились. Лопатки у нас вместе. И поднялись наверх. И еще раз провалились. И наверх. Развернули локтевые отростки. Локтевые отростки. Это вот эта вот штучка. Развернули в стороны. И немного присогнули локти. Чуть-чуть буквально. То есть локти не вперед смотрят. Наша внутренняя поверхность А. Чуть-чуть в сторону. И немного присогнули. И тогда лучше будут большим пальцем смотреть друг на друга. Упираемся голенью. Прямо надавили хорошо в пол. Левой ногой. Левой голенью. Плотно надавили левой голенью. Затем правой голенью. Плотно надавили в пол. Почувствовали. Вес тела как переносится. Надавили левой рукой в пол. И затем надавили правой рукой в пол. А теперь у нас давят в пол. Правая рука и левая нога. А левая рука и правая нога всплывают. По диагонали работаем. И давим в пол. Те, что у нас касаются пола, прям плотно давят. Сильно-сильно. Мощно-мощно. Выдох. Возвращаемся обратно. Поменяли стороны. Давим в пол. Очень важно, да, давить в пол. И возвращаемся обратно. И еще раз. Рука и нога давят в пол. И может начать трястись телом. Если у вас тело не трясется, ничего страшного. Если у вас начало тело трястись, это очень хорошо. Я вас поздравляю. Ваш мозг познакомился с новыми движениями. Ему от этого прекрасно, замечательно. И он словно танцует. И последний раз на каждую сторону. Выдох. Выдох. И выдох. Хорошо. Мы прекрасно ложимся на пол. И сейчас буду, наверное, долго объяснять. Но быстро будем делать. Итак, наши обе стопы касаются пола. Мы вытягиваемся за коленками и приподнимаем таз. Руки наши лежат по сторонам. Ладонями можно отталкиваться от пола. И мы словно за нашими коленками поднимаем таз от пола, от крестца. Каждый позвоночник начинает поднимать. Сначала крестцовый отдел позвоночника. Затем поясничный отдел позвоночника. И затем наши ребра начинают по одному отрываться от пола. Мы поднялись наверх. Ягодицы при этом расслаблены. Давим в пол большими пальцами стоп. Руки подняли наверх. И чувствуем, что мы стоим на лопатках. Не на шее, а на лопатках. Руки оставляем наверху некоторое время. Для того, чтобы отстроить свой организм. И мы от грудного отдела начинаем постепенно опускаться вниз. Ягодицы при этом расслаблены. Большие пальцы давят в пол. И мы постепенно, постепенно позвонок за позвонком опускаем вниз. Каждый позвонок должен проснуться в пол. Сделайте луч один или два раза медленно. Но почувствуйте, как каждый позвонок отрывается от пола. Поднимается наверх. Большие пальцы стоп давят в пол. И вы всплываете наверх. И также медленно от лопаток начинаете опускаться вниз. Медленно и вкусно. Каждый позвонок старайтесь уложить на пол. Руки у нас наверху. Вытягиваемся по указательным пальцам. Потому что держим такое красивое, плотное. Корону свою. Примерно. И всплываем наверх. И с выдохом опускаемся вниз. Мягко и плавно. Хорошая ротация позвоночника. Вдох. Опять же поднимаемся наверх. Всплываем от крестца. Вы еще пальцы надавили в пол. Включаются внутренние. И вот кто любит делать кегели, у кого есть проблема с мышцами влагалища, лучше всего вот в этом положении при поднятии таз, когда давить пальцами, включаются все внутренние мышцы. Все сразу приходит в норму. Никакого кегеля не нужно. И с выдохом опускаемся вниз. Медленно, медленно, медленно. Хорошо. Теперь вдох. Положили руки на пол. Отталкиваемся ладонями, большими пальцами. Стоп. Коленки у нас стянутся наверх. И мы поднимаемся наверх. И видится при этом у нас порасслаблены. Хорошо. С выдохом опускаемся вниз. Я поменяю движение, но ладно. Опустились вниз. Сделали вдох. Выдох. Вдох. И на выдохе поднимаемся наверх. И у нас начинает подниматься правая нога. И с выдохом опускаемся вниз. И уходим наверх. И уходим вниз. А теперь вы смотрите, как будто бы наверху у нас какая-то кнопка. И нам нужно ее надавить. У нас нога активно вытягивается наверх. За большим пальцем. И с выдохом. Также движение у нас идет позвоночника от грудного отдела. Мы мягко опускаемся вниз. Воймаемся наверх. И опускаемся вниз. И еще раз делаем наверх. И с выдохом у нас нога уходит в сторону. Проливаем водичку. У нас такое название. Вдох наверх. Закрыли. Выдох. Как будто бы выливаем из таза водичку. Наклоняем ногу вниз. Вдох наверх. Надавили на кнопку. Выдох. Проливаем водичку. Вдох наверх. Выдох. Пролили водичку. Еще раз наверх. С выдохом провели водичку. Вдох. Наверх. Выдох. Опускаем таз на пол. И опускаем ногу. И теперь мы поднимаем другую ногу. И за ней поднимаемся наверх от крестца. Поднялись наверх. Кому не хватает ощущения на том, где вы стоите, продолжайте держать руки в этом положении. Тогда вы точно почувствуете свои лопатки. И у вас движение будет правильным. И с выдохом опускаемся вниз от грудного отдела. Вдох. Поднимаемся наверх. Вытянули за большим пальцем. И опускаемся вниз от грудного отдела. У нас движение не идет. И пошли наверх. От таза поднялись наверх. И уходим вниз от грудного отдела. Вдох. Наверх. С выдохом провели водичку. Поднимаем ногу наверх. Надавили на кнопку. Провели водичку. Нога уходит в сторону. Наверх. В сторону. Наверх. В сторону. Наверх. В сторону. В сторону. Наверх. В сторону. Наверх. Выдох. Опускаем корпус. Затем опускаем ногу. Подтянули колени и груди. Заслабляем мышцы живота и мышцы промежности. Покачались в правую-левую сторону. Покачались по крестцу. Хорошо. Выдох. Возвращаемся. Поднимаемся немного наверх. Русалка. Что такое русалка? Одна нога у нас лежит в сторону. Другая нога у нас лежит спереди. Хвост. Вот эта длинная часть ноги. Это называется хвост. Руки вытянули в сторону. И в русалке мы начинаем наклоняться в одну сторону. И в другую сторону. В одну. И в другую. И ушли в сторону хвоста. И чувствуем, как будто бы здесь у нас раскрываются наши ребра. Как будто бы глаз начинает закрываться, раскрываться. Чувствуем, как наши ребра раскрываются и закрываются. Выдох. Вышли в нейтраль. И перевернули хвост русалки. Руки в стороны. И начинаем наклоняться в одну и в другую сторону. Раз, два. И ушли к хвосту. И немного находимся в этом положении. Раскрываем глаз из-под мышки. Дышим. Дышим, дышим, дышим. Выдох. Расслабились. И на сегодня мы сделаем еще одно очень интересное упражнение. Для этого мы сначала переходим в положение кошка. Из кошки мы перешли в положение горка. Либо собака мордя вниз. Кому как нравятся седалищные бугры наши смотрят в потолок. Нашли свои седалищные бугры. Вспомнили, где потолок. Вытянули туда седалищные бугры. Коленки могут при этом немного быть согнутыми. Это абсолютно нормально. Нормально. И давайте, пожалуйста, у нас сейчас правая нога уходит вперед. Широкий шаг вперед. И мы поднимаемся в воина. Но это будет непростой воин. У нас же передвижение. У нас будет немножечко по-другому. Заднюю ногу мы отрываем. Она у нас будет стоять на носке. И она сейчас будет у нас проворачиваться нога вот таким образом. Что мы делаем? Мы представляем, что мы берем нечто с полки, свою корону, которую мы держали. Мы это что-то, нечто берем, к себе, развернулись, поставили на пол. Вернулись, взяли к себе, повернулись, вперед. И с разворотом, с хорошим качественным проворотом мы, вот именно ротация в тазобедренном суставе, вы ее сейчас должны почувствовать очень хорошо. И наклоны, качается пресс и ябодица. И мы формируем новый качественный паттерн движения для своего организма, для своего прекрасного тела. Развернулись, поставили вниз к себе. Развернули корпус, полностью корпус. Руки нам помогают развернуть корпус, грудь вперед. Вперед вытянули. За нашими руками, по указательному пальцу вытягиваемся по мизинцу. Выкинулись, хорошо. Представили, что что-то взяли. Подтянули к себе, развернулись, поставили вниз. Поднимаемся, разворачиваемся, возвращаемся. Вдох к себе, развернулись. Ушли вниз, выдох, развернулись. Поставили уже в конце концов на полку. И возвращаем руки на коврик. И здесь немного покачались в правую и в левую сторону. Сняли напряжение с ног. И правая нога у нас уходит назад, в горку, либо с собакой мордой вниз. И здесь в горке мы немного походили стопами. Еще больше разминаем махилово сухожилие. Хорошо. Статики чуть-чуть потянулись. Отталкиваемся ладонями. Кому не хватает упора, можете взять за крок коврика. Почувствовать, как должно телец располагаться. И затем отпустить коврик. И теперь левая нога у нас уходит вперед. Поднимаемся в воина. Прикрямились. Под коленку у нас виноградина. Помним. И когда мы делаем разворот, мы помним про эту виноградину. Что острого угла быть не должно. Виноградинку должны сохранить. Вот стопой у нас всегда орешек. Этот образ нам помогает сохранить давление большого пальца в пол. Кому удобно давить просто большим пальцем в пол и мизинцем, кому удобно представлять орешек. И мы берем штопа с полки. К себе. Развернули корпус. Поставили вниз. Поднимаемся к себе. Развернулись. Вперед. К себе. Развернулись. Вниз. Хоп. Разворачивается у нас сустав. Очень вкусное упражнение. Особенно для тех, у кого перекошен таз. Либо ноги разной длины. Говорят, что делать? А можно вот такое простое упражнение делать. Вернет таз на место и снимет напряжение с головки дозабедренного сустава. Вперед. К себе. Развернулись. Вниз. Вперед. Развернулись. Поставили последние два раза. Хоп. 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 Развернулись. Поставили ноги вниз. Вышли в хорошую верху хадрасму. Дубна. Точнее, это спринт. Покачали справа-влево. Сняли напряжение с ног. И перешли обратно. Собака морда вниз. В горку. Некоторое время. Постояли. Колени на пол. Колени плотно прижаты к полу. Руками вытягиваемся вперед. Таз у нас уходит назад. И ручками вытянулись вперед. В этом положении отдыхаем некоторое время. Голова лежит у нас сначала на лбу. Просто расслабляемся, восстанавливаем дыхание, медленно дышим. И у нас до сих пор происходит работа в тазобедренном суставе. Вы можете это почувствовать. Насколько там сейчас много сил и энергии. И убираем руки в сторону стоп. Либо можно положить на пятки. И поворачиваем голову. Кладем ее на правую щечку. Плечи наши и лопатки словно стекают с нашей спины. Мягкие, расслабленные. Свободное дыхание. И прижимая подбородок к груди, поворачиваем голову, кладем на другую щечку. Для тех, у кого сейчас еще есть время, вы можете перейти в шавасану, лечь на спинку и некоторое время поотдыхать, порасслабляться. Кто желает, может сейчас сделать себе миофасциальный релиз. Как он делается, у нас есть видео. Кому нужно, напишите скинем. Делайте миофасциальный релиз. А кто желает, может еще сделать каких-нибудь пару русалок с гантелями. Ваше любимое упражнение, пожалуйста, сделайте. У меня на сегодня все. Я надеюсь, вам все было понятно. Всем новичкам привет. Всем спасибо. Кто-то лежит, отдыхает. Молодцы. Расслабляйтесь. Супер. Вижу, кто отдыхает. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за совместную тренировку. Я вся вспотела. Такая счастливая зарядилась энергией, бодростью. Спасибо вам за эту возможность проводить сегодняшнее утро именно так. Тренировку вместе с вами. Спасибо. Спасибо за тренировку. До свидания. Мария. Спасибо всем огромное. В общем, вопросы пишите. Завтра у вас тренировка с Ойгином. Завтра у вас тренировка с Ойгином. Будет мягкая пронояма. Обязательно приходите. Не пропускайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok